Всем привет! Вы на канале Велстрана Обзор и с вами Семен Трухин. Сегодня мы с вами познакомимся с передним фонарем от компании Moon. Модель называется Vortex Pro. Как вы видите, мы уже распаковали наш фонарь, давайте коротко пробежимся по его комплектации. Во-первых, есть у нас, соответственно, провод зарядки стандарта microUSB. И это сразу говорит нам о том, что этот фонарь имеет у нас встроенный аккумулятор. И, соответственно, мы сможем с помощью данного провода его подзаряжать. Разумеется, есть крепеж на руль. Он выполнен, в общем-то, как и большинство Moon крепежей для передних фонарей. В виде такого вот ремешка из толстой, прочной, хорошей резины, очень упругой. Также с внутренней части стороны этот ремешок у нас имеет глянцевое покрытие, чтобы крепеж у вас не скользил и не крутился вокруг руля. У самой платформы тоже есть прорезиненная вставочка, чтобы руль вашего велосипеда не царапался и также крепеж не крутился вокруг руля. Сам крепеж у нас этот идет быстросъемный, то есть фонарь на него вот таким образом быстро защелкивается. Нажимаем вот здесь вот кнопочку, жмем на нее и фонарь с крепежа быстро и легко у нас, соответственно, снимается. Есть из приятных мелочей еще крепеж на шлем, который будет очень актуален для тех, кто любит серьезное ночное катание на горных велосипедах, где-то в лесу, где нет, соответственно, вообще никакого освещения. И для таких поездок действительно очень удобно крепить фонарь на шлем. И многие даже делают так, что они используют сразу два фонаря, один на шлеме, второй устанавливают на руль. Поэтому наличие данного крепежа сразу обычно говорит о том, что фонарь уже достаточно серьезный. И сам крепеж, кстати, тоже у нас идет быстросъемный с такой же кнопочкой и есть еще в стиле GoPro крутилочка, с которой вы можете менять наклон этого самого фонаря. Есть также еще в комплекте у нас вот такой вот выносной пульт управления режимами фонаря. То есть вы фонарь, допустим, ставите в центр на руль, подключаете вот этот вот пульт и в бок руля к вашей грипсе выносите данный пульт. И можете не тянуться к рулю, а быстро менять режимы прямо во время движения. Это, безусловно, очень удобно. Ну и самое ценное, это, конечно же, сам фонарь. В данном случае он у нас имеет заднюю часть корпуса, вот эту вот, выполненную из пластика. Сверху у нас есть кнопка включения фонаря, есть табло световое, которым будут показаны режим. В том числе оно будет сообщать нам о варианте зарядки этого фонаря и о выбранном нами режиме работы. С нижней части, разумеется, есть крепеж под платформу и здесь же с нижней части есть порт для подзарядки этого фонаря. Также этот фонарь у нас идет влагозащищенный. Вы сможете без проблем кататься с ним под дождем, если на него будет падать какая-то грязь, он у вас никак не пострадает. Передняя часть вот эта вот, она у нас выполнена из алюминия и сделано это специально, чтобы фонарь мог хорошо отводить тепло. Потому что при достаточно мощном режиме освещения фонари все имеют свойство нагреваться и тепло надо как-то отводить. Здесь, в общем-то, все грамотно и хорошо продумано. Если же говорить о самом диоде, то здесь он один, диод идет с установленной над ним линзой, за счет которой будет формироваться более качественный и правильный световой пучок. Также надо сказать, что данный фонарь имеет в максимальном своем режиме освещения 1100 люмен яркости. И это на самом деле уже очень мощный и хороший свет. Важной характеристикой при выворе фонаря является и то, сколько он будет работать. В данном случае от штатного аккумулятора фонарь будет работать от 2 часов до 630 часов. И цифра в 630 часов будет достигнута при помощи режима работы в режиме мерцания и при самой маленькой яркости. Если же говорить о режиме работы в режиме буст этого фонаря, который выдает 1100 люмен, то это время будет, конечно же, 2 часа. Что для некоторых райдеров может быть недостаточно, но для большинства катальцев, скорее всего, хватит. Если более подробно разбирать режимы, то на верхней части фонаря есть кнопка, мы на нее один раз нажимаем и у нас включается самый слабый режим постоянного освещения. Также, соответственно, на ее нажатие мы можем перевести режим в мигающий режим и по кругу, по очереди у нас, соответственно, одним нажатием будут меняться разные режимы. Также, если мы на эту кнопку нажмем 2 раза, то у нас включится самый мощный режим буст. И, в общем-то, здесь все достаточно интуитивно понятно, потому что вот здесь вот есть индикатор и при переключении режимов у вас каждый режим обозначается каким-то световым обозначением, которые, в общем-то, все подробно расписаны в инструкции к данному фонарю. Еще одним важным плюсом данной модели является то, что здесь у нас используется аккумулятор стандарта 18650. Он у нас полностью съемный, как вы видите. И этот аккумулятор у нас выполнен компанией LG, что, безусловно, хорошо, так как их аккумуляторы, в общем-то, достаточно качественные. И такие аккумуляторы вы можете, в общем-то, найти в свободном продаже где-нибудь, допустим, на Алиэкспрессе или каких-нибудь других магазинов, которые занимаются какими-нибудь батарейками достаточно профессионально. И по истечению срока службы данного аккумулятора вы сможете без проблем его заменить, и вам не придется покупать данный фонарь. Емкость аккумулятора, кстати, здесь у нас написано 3350 мАч, что, в общем-то, является достаточно неплохой емкостью для данного аккумулятора. И, кстати, касаемо аккумуляторов еще один важный факт, что если вы, к примеру, занимаетесь туризмом, то вы можете докупить себе таких аккумуляторов, сколько захотите, и просто брать их с собой в поездку, и тогда, в общем-то, меняя их во время пути, вы можете использовать этот фонарь на максимальной яркости практически сколько вашей душе угодно. Но если в общем говорить об этой модели фонаря и подводить какие-то итоги по ней, то надо в первую очередь отметить, что этот фонарь можно рекомендовать уже практически абсолютно любым велосипедистам, от начинающих до профессионалов, и неважно, где и в каких условиях вы собираетесь кататься, будь то лес, где нет совсем никакого освещения, или же вы катаетесь в городе. В общем-то, абсолютно любые потребности велосипедиста могут быть закрыты данным фонарем. Конечно, бывают и более мощные и яркие модели, но, как правило, они уже требуются для какого-то такого совсем экстремального катания, и большинству велосипедистов будет, на самом деле, такого фонаря вполне достаточно. Также надо сказать, что при таких характеристиках этот фонарь имеет отличное соотношение цены и качества, как и, в общем-то, практически все фонари компании Moon, потому что они действительно делают фонари очень адекватные по характеристикам за определенную сумму денег. Также в линейке фонарей компании Moon вы можете найти и более простые модели, и более профессиональные, в зависимости же от ваших предпочтений, бюджета и задач. Поэтому, если по какой-то причине вас данная модель фонаря чем-то не устроила, возможно, это время работы в максимальной яркости, то вы можете посмотреть, к примеру, более профессиональные модели от этого производителя. И на самом деле надо еще сказать, что все фонари компании Moon сделаны на высочайшем уровне качества. Это был обзор фонаря от компании Moon, модель Meteor Vortex Pro. Если хотите более подробно познакомиться с данной моделью фонаря, посравнивать ее с конкурентами по тому, как она светит, то приходите в любой из магазинов «Велострана», где вы всегда получите грамотную и профессиональную консультацию от наших специалистов.